В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Посыпай. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Подарок к новому учебному году митрополит Нижегородский Арзамаский Георгий осветил новую трапезную Саровской православной гимназии. Росатом вместе. 10 миллионов рублей на проекты госкорпорации. С миру по листочку завершилась благотворительная акция «Ко дню знаний». Далее расскажем обо всем подробно. Митрополит Нижегородский Арзамаский Георгий осветил новую трапезную в Саровской православной гимназии. За время летних каникул к зданию гимназии сделали одноэтажный пристрой, который вдвое увеличил площадь столовой. Теперь в ней смогут одновременно принимать пищу до 200 учеников. Педагогам не придется составлять график питания в две смены, что положительно скажется и на учебном процессе. Подробности далее. В последние дни летних каникул в православной гимназии было непривычно многолюдно. Поводом стало освещение столовой, которую за время каникул значительно расширили и подготовили к новому учебному году. До реконструкции в трапезной могла уместиться лишь третья часть воспитанников. Теперь у руководства гимназии нет необходимости составлять график завтраков и обедов и кормить детей в несколько смен. Новое просторное помещение способно принять до 200 учеников. Сегодня мы с вами получаем прекрасное сооружение, которое послужит для достойного существования обрывательного процесса здесь, в гимназии. В чине освещения трапезной приняли участие представители духовенства, первые лица города, педагоги и ученики гимназии. Митрополит Георгий благословил ребят на начало учебного года. Буквально через несколько дней в новой трапезной расставят столы и будет вкусно пахнуть приготовленными завтраками и обедами. Воспитанникам желаем помощи Божией в начале нового учебного года, чтобы вы могли себя утешать и радовать, радовать своих учителей и родителей. Жизнь радости и утешения. После освещения трапезной архиерей поблагодарил всех, кто внес свой вклад в скорейшее завершение строительства и вручил им образы спасителя и Богородицы. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. 10 социальных проектов госкорпорации «Русатом», которые уже успешно работают в нашем городе и несколько миллионов рублей на их поддержку. На сайте конкурса «Русатом вместе» объявлено голосование за самые успешные и популярные проекты, которые проходят под эгидой госкорпорации. О самых массовых проектах, реализуемых в нашем городе, в следующем репортаже. Школа «Русатома» – атомный воркаут славосозидателям Атомиада. Все эти названия давно на слуху у саровчан. Эти проекты были запущены в городах присутствия госкорпорации «Русатом» несколько лет назад с целью объединить, сплотить и дать возможность творчески развиваться жителям закрытых городов страны. Особую роль в списке социально значимых занимают культурные проекты. Территория культуры «Русатома» – это вообще очень большая программа, потому что в нее входит и организация выставок, и организация концертов. Я думаю, что многие горожане запомнили те интересные выставки, которые проходили. Проекты госкорпорации прочно вошли в нашу жизнь и, без сомнения, делают ее интереснее. И чтобы жители Сарова могли и дальше участвовать в них, на сайте «Русатом вместе» запустили голосование за самые значимые проекты, которые реализуются в городах присутствия госкорпорации. Я буду всех призывать голосовать за наши проекты и, естественно, за территорию культуры «Русатома», потому что, если мы сможем выиграть, то получим некие средства на дальнейшее развитие социально значимых проектов. Для нас это очень важно. Отдать свой голос можно на сайте «Русатом вместе» в разделе «Голосование». Саров сегодня находится на втором месте и для победы важен каждый голос. Вместе у нас все получится. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 27 августа на должность директора школы номер 14 назначена Оксана Вережникова. Для справки, Оксана Николаевна закончила Нижнетагильский государственный педагогический институт по специальности химии и биологии. До назначения занимала должность заместителя директора лицея номер 3. Имеет более 25 лет педагогического стажа. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 1 сентября вступают в силу поправки в Гражданский кодекс Российской Федерации, меняющий порядок наследования имущества умерших родственников. В законе появляется понятие «наследственный фонд». Нотариус, который ведет дело наследодателя, обязан в течение трех дней зарегистрировать такой фонд в качестве юридического лица. После чего управление переходит к лицам определенного завещания. Саровчан приглашают на ярмарку «Осенний завоз», который пройдет 9 сентября с 9 утра на территории торгового парка АСС по адресу улицы Димитрова, дом 8. Посетители ярмарки смогут купить мясную и молочную продукцию, хлебобулочные изделия, рыбу, фрукты, овощи, яйца, мед, а также изделия народных промыслов от производителей Нижегородской области. Желающих представить на ярмарке свои товары, просят обращаться по телефону 34200. Саровчанин Юрий Пенегин завоевал титул чемпиона России под дзюдо среди ветеранов. Спортсмен стал первым в возрастной группе от 45 до 49 лет в весовой категории до 100 килограммов, одержав победу в двух схватках с соперниками из Башкирии и Свердловска. Первые пачка в дополнительное время, а финальную чистым броском на второй минуте. В чемпионате приняли участие около 190 спортсменов из разных регионов России, включая Тюмень, Иркутск и другие. Уже не первый год большое внимание общественности привлекает ситуация с набором в первые классы школ города. Родители создают электронные очереди за несколько месяцев, дежурят у дверей школ и всеми силами стараются отдать ребенка в подходящее учебное заведение. Однако проблема набора классов на новый учебный год стала головной болью для родителей учеников, которые уже закончили девятый класс и решили продолжить обучение в другой школе. Подробности далее. До первого сентября остались буквально считанные дни. Школьники вместе с родителями занимаются активной подготовкой портфелей, покупают букет у любимых учителям и готовятся во всеоружии вступить в новый учебный год. Ну а для кого-то конец августа и самая жаркая пора перед днем знаний оказалась неприятным сюрпризом. После окончания девятого класса в общеобразовательной школе Анастасии вместе со своим сыном решили, что продолжить обучение стоит в первом интернате. Получив аттестат и приложив к нему необходимые справки, семья отправилась подавать документы в военно-патриотический класс школы-интерната номер один. Нам ответили, в этом году будет два класса открываться, но в итоге не получается. Открыли только один класс и узнали мы до первого сентября за три дня. Подавая документы в интернат, Анастасия была уверена, что в этом году комплектуются два класса. Поэтому мама с сыном спокойно готовились к занятиям и ждали первого сентября в стенах новой школы. Мне позвонили вчера в четвертом часу вечера и сказали, приходите забирайте документы, ваш ребенок не зачислен. Позвонил секретарь школы в интернат номер один. Оказалось, что на 25 мест было подано 35 заявлений. По муниципальному заданию в интернате в этом учебном году должен открыться только один десятый класс, набор в который происходит в соответствии со сроками подачи документов. У меня просто ребенок настроен пойти в эту школу, а там, где он учился, он у меня уже просто чисто не пойдет. В канцелярии интерната документы от Анастасии зарегистрированы лишь 15 августа. Именно поэтому ее заявление рассматривалось одним из последних. В той же ситуации оказались еще несколько школьников. Их родителям был предложен единственный вариант – пойти в десятый класс в свою прежнюю школу. Тем более, что места для ребят там остались. Стартовал городской этап конкурса «Слава Созидателям». Он проводится в третий раз по инициативе Общественного совета Госкорпорации «Росатом» и включает в себя два этапа. На конкурс принимаются видеоролики, в которых школьники берут интервью работников предприятий и организаций «Сарова». Ветеранов атомной промышленности, обладающих знаниями, наградами и получивших общественные признания. Конкурсные работы принимаются до 19 сентября. Подробности далее. За два года существования в конкурсе «Слава Созидателям» приняли участие жители 22 городов в присутствии Госкорпорации «Росатом». Почти 60 тысяч претендентов на победу и практически 20 тысяч видеороликов. Но на этом пополнение летописи Госкорпорации не закончилось. В этом году в ней появятся новые, уникальные факты остановления атомных городов и реальные истории тех, кто стоял у истоков создания ядерного щита нашей страны. «Создание летописи – это всегда важный момент сохранения истории. Для того, чтобы суметь, сохраняя лучшие традиции, развиваться и создавать что-то новое, нужно все-таки понимать, а что было сделано до того, как мы появились на этой земле». Заместитель директора детской библиотеки Татьяна Плохотник выступила в качестве героя одного из конкурсных интервью в прошлом сезоне проекта «Слава Созидателям». Автором ролика выступила ученица седьмой школы Юлия Шишканова. Татьяна Плохотник рассказала об истории создания детской библиотеки как одной из частей системы воспитания и образования нашего города. «Для любого человека, не только для ребенка, но для ребенка в первую очередь, очень важно в любом подобном проекте найти точки соприкосновения с ним самим, с его историей, с его биографией, то есть зацепить какой-то интерес». Авторы творческих работ, которые займут призовые места на муниципальном этапе конкурса, будут награждены ценными призами на параде «Созидателей» в Сарове в конце сентября. Лучшие работы будут направлены на федеральный этап, итоги которого подведут в Москве в конце года. Оператор конкурса в Сарове – Дворец детского творчества. Дополнительную информацию можно получить по телефону 952-37. 29 августа отмечается день рождения мотоцикла. У этого вида двухколесного транспорта богатейшая более чем вековая история. За это время мотоцикл стал универсальным средством передвижения, особенно в условиях современного города. Уникальные мотоциклы разных лет хранятся в нашем городе в автомотомузее торгового парка АСС. Немецкий мотоцикл «Дюндапки» С-750 принимал участие в Великой Отечественной войне в составе немецкой армии, и поэтому транспорт стал большой редкостью для российских музеев. За 70 лет реконструкторами была проделана большая работа по восстановлению мотоцикла и поиска запчастей к нему. Мотоцикл реставрировался почти три года. Это одна из жемчужин немецкого мотостроения. Их было выпущено всего 1500 штук, 1400 с чем-то на войну. В 1944 году они их уже не выпускались, то есть до 1944 года они выпускались. И понятно, что одна из 1400 сохранившихся вещей, она сейчас находится в нашей коллекции. Модель «Дюндапки» С-750 выпускалась исключительно для нужд вооруженных сил нацистской Германии. После победы Красной Армии в Великой Отечественной войне мотоцикл превратился в мирное транспортное средство и находился в частном использовании. Вместе с коляской его масса составляет более 420 килограммов. Мотоцикл зарекомендовал себя как очень надежное транспортное средство, легкое в управлении. Этот мотоцикл, кстати, он полноприводный, с приводом на коляску. Вообще вещи интересные, уникальные. У нас были такие экземпляры, это уже в России делали, в Советском Союзе, в Днепре с приводом на коляску. Очень интересная техника. То есть он еще и может за собой прицеп тянуть, даже пушку может тянуть. В музее автомототехники хранится более 40 видов мотоциклов. Самому старшему из них 80, а младшему около 40 лет. Среди экспонатов – спортивные, военные, кроссовые, мини-мотоциклы и другие. Также в музее можно увидеть большое количество ретроавтомобилей, которые принимают участие во всероссийских показах и занимают призовые места. А совсем недавно участников исторического общества «1945» пригласили принять участие в съемках военного фильма с мотоциклом «Зюндап» КС-750. Традиционно в канун учебного года волонтерский центр «Радость моя» проводит акцию «Собери ребенка в школу». На протяжении нескольких недель в трех торговых центрах Сарова «Атом», «Куба» и «Плаза» проходил сбор средств, которые идут на приобретение портфелей, дневников, тетрадей, пеналов и других необходимых школьных принадлежностей. Заканчивается ежегодная благотворительная акция большим праздником в молодежном центре. В тетради, ручки, линейке и другие школьные принадлежности в этом году получили более 500 школьников. Среди них ученики средних и старших классов, а также те, кто в этом году впервые пойдут на школьную линейку. Первоклассница Настя Букова получила ценный и полезный подарок ко Дню знаний – портфель со всеми необходимыми школьными принадлежностями. Также Настя познакомилась с новыми друзьями и приняла участие в интерактивной программе. Я сегодня изучаю, что можно сделать, что нельзя делать. Ведь узнавать что-то новое так весело. Пойти в первый класс в этом году предстоит и Кириллу Леоновичу подготовить ребенка в школу в наши дни, собрать портфель, купить концтовары и красивую форму под силу далеко не каждой семье. Именно поэтому мама с сыном, не раздумывая, решили принять участие в акции. Первый год, первый класс, и нас пригласили. Спасибо за подарки. Спасибо, что вообще люди помогают, потому что очень сложно собрать ребенка в школу. Пусть наши дети учатся жить в мире, где мы помогаем друг другу, и мы таким образом соединимся. Таков девиз ежегодной благотворительной акции, посвященной первому сентября. Она стартовала 11 лет назад силами волонтеров Центра «Радость моя» совместно с Православным творческим объединением «Мир». Начинали эту акцию делать для выпускников социального детского сада. Тогда вручались примерно где-то 20-25 портфелей. А потом акция разрослась, она пошла на весь город, на школьников, которые от 1 до 11 класса. Плюс даже первые курсы ПТУ, которые у нас ребята из многодетных семей учатся, мы тоже не отказываем помощи концтоварами. Волонтеры Центра «Радость моя» в течение года проводят акции помощи многодетным и неполным семьям, пенсионерам, инвалидам и другим незащищенным категориям граждан. Для всех, кто хочет оказать посильную помощь, в Сарове по адресу Пушкина 24А работает гуманитарный склад. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова